смотрите готовый планировочный ковш валяется труба бери вот и и делай планировочный ковш уже так распилена как лоток вообще проблем нету можешь делать готовый готовый уже ковш ну на мини-экскаваторе имеют вот блин вот без шва четко все вот готовая толщина вот такая вот пиздец хоть какой ковш может делать здравствуйте уважаемые господа вот я эту штуку про эту штуку говорил видите эти по его так называемые вот из него сделать смотровое окно в ковше сколько снега я думаю но принципе ну понятно что снег его прогнет усилить еще у них на секции нарезано то есть несколько вот я думаю тоже секции сделать и 7 килограмм тут вот это вот 170 рублей вот это вот подножку можно сделать да на трактор вот такую трубу разрезанную взял видите толщина я не знаю какая наверно восьмерка может быть дело в том что сейчас с металлом габариты поменяли сейчас они габариты россия раньше было по моему полтора или метр двадцать час восемьдесят на 40 габариты понимаете и сейчас будут возить уже говно такое нарезанное вот 8 это восьмерка труба бесшовная смотрите ну готовый же ковши же да вот так вот она 30 сантов высота 80 вот чё херово что теперь будет перепилить на такие размеры в чем все дела это плохо раньше полтора метра по моему был габарит а сейчас 80 были еще потоньше пятерка по моему было но я думаю возьму эту там еще есть сейчас поеду может возьму пятерку одну после длиннее там будет не все прям четко говорит порезано уже этого металла просто писец сколько поеду еще возьми там тысячи рублей больше меньше уже роль не играет но и как обычно под старой традиции инструментов набрал еще чё за плоскогубцы это вот из сервиски да такие хитрые блять какого года не знаю каменный век головки новые смотрите с шестигранником смазки ключик такой был но эти наверное с мертвые по-любому но я просто взял такие плоскочи все работают не ржавые ножнички подмутил и вот это что это такое я не знаю что это такое чё-то зажимать зубило какое-то было такая монтажка хер знаю натушка это специальная для чего она не знаю как обычно болту в гаечке хитрых набрал с мелкой резьбой пригодятся куда-нибудь такой хитренький видите был болтик специальный какой-то короче опять честно двушечку натарился металлоломе сейчас рулетку возьму поеду еще возьму наверное потоньше лист планировочный ковш для него вот как раз готовый смотрите но не знаю может это тяжелый будет конечно из восьмерки возьму сейчас еще четверку там в принципе ни хрена тяжелый а заводской ковш из чего заводской ковш на она вообще из четверки мне кажется мне кажется четверка заводской ковш ну да он очень тонкий тонкий может даже тройка я тут восьмерку блять за херачить решил поглядим можно же себе сделать планировочный ковш конечно момент так бы как бы не нужен но и культуры работы есть правильно надо же культурной работы стараться по крайней мере так стекло вырезал простое четверку четверку восьмерка у него нужная была он недавний восьмерка и четверки мне вырезал поэтому сейчас поеду в другой гараж склеивать стекло инструменты сейчас с собой заберу держать все вот оно стекло кажется все будет нормально ну не нормально значит проверим стекло нашел краснодаре какое-то но не знаю какое 10 500 она у них стоит пытаясь пока найти в нижнем новгороде не могу найти двоим дал задание и ну один игр пока не могу найти 2 пока молчит но если она в краснодаре 10 500 значит она в новгороде 6 где-то стоит правильно больше она не может стоить но уже нашел это уже заебись 10 500 и она уже есть он как я проверил размеры все четко она но сегодня не отправлю говорить них отправка до первой половине дня типа до обеда что ли какую-то ерунду мне сказал я не понял деловыми линиями горит сами везем до забор груза не надо а то этот жене это с питера забор груза заказывая заказываю это еще бабки прикиньте забор груза блять в это это вообще пиздец блять во владике такая же хуйня они сами не возят забор груза на осуществлять блять перевозка встает космические бабки короче вот такие вот делища хрен поймешь что как и почем хоккей с мячом ну как то есть вот так вот все поехали дальше двигаться по планете земля емки взял еще одну метр 15 длиной потоньше металл такой взял ключ блин смотрите модель германия номер какой-то номер 6 геодоры металлоломик короче и такие ролики еще взял не знаю вот если делать эту чтобы стрелу фрезеровать смотрите как то человек делал швеллер приваривал к стреле и ставил болгарку по колесикам она ездила смотрите уже в принципе готовые колесики есть да как вариант как вариант нормальный я думаю короче по 30 рублей сейчас уже я только что у них брал вот по 20 рублей а сейчас загружаем и босс говорит это ну ну по тридцатке есть поняли если сразу бы взял бы обе эти трубы убив по 20 были на так это уже по 30 ну короче 600 рублей вот труба эти колесики и ключ 600 рублей все равно хуйня ну блин а по 20 рублей было 400 бы нормально разница то есть 200 колов целых разница короче металл поднялся типа из-за этого цена поднимала поднялась ну вот так что сейчас займусь стеклом займусь стеклом эти она держится бы держится бы губу сильные стеклом то какой гаража не буду делать там потом стекла херово туча будет здесь сейчас сделаю вот там грязи видели сколько вот триплекс триплекс почти почти что триплекс пойду мой котина ну что он сейчас как-то будем выдергивать его оттуда то стекло очков у меня здесь нет вот ножом я буду вырезать и все и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не очень много клея Можно сказать, что легко я клею Не наклеили эти талон Мази Ну вернее, производитель тракторов Мало толщина клея здесь Можно сказать, что вообще него нет Субтитры сделал DimaTorzok И здесь вот есть клей Остальное все, конечно, так себе Клея толком нету Вообще тонко-тонко Клей лежит на этой стороне Но клей жесткий Нифига не мягкий Бля, стекла летают Тоже ножик уже затупившийся Не очень режет хорошо Уже тупой зараза Давно уже не покупал Лезвие для этих Они американские Я не знаю вообще Фирма, которая в Титере Или торговала Вообще, живая она или нет Динитрол Такая фирма была Она торговала Вот этой всей продукцией Из США Раз И второе, что Динитрол выпускает Ну типа как Мовиль Ну вот такой Американский Мовиль Очень хорошие Препараты Для Обработки Автомобиля Есть напыляемый герметик Вот как с завода Audi, Volkswagen Арки Обработаны И здесь Напыляемым герметиком Вот такой есть Материал у них Динитроли Вообще хороший У меня пистолет Есть для Напыляемого герметика Очень удобно Изработать Да, грязи здесь Хватает Ну явно не от грязи Разбило стекло Тут что-то они Зато у них тут Сцепклея был У этого здесь Что-то как-то Тяжеловато Режется Угу Нельзя тут Заканчивали Ах Кломал Мужик Потому что он уже Тухой Пойду Заряжу Другой Вот на этом участке Вообще Клея не было Толщина клея Ширина Большая А толщина Вообще Миллиметра Здесь смотрите Как они нанесли клей Смотрите Вот тут они Нормально Наносили Вот Смотрите Тонкий Тонкий Слой Узенький Узенький Вот тут вообще Смех Ну сравните С этим Местом Тут такая же Ситуация Вот так Вот Тонко Вообще Тонко Тонко Вот нормальная Толщина Слоя Тут у них Вылез он наружу Сюда Вот он тут Короче Такая херня Так поехал я У меня Праймера нету Засох Пользоваться надо чаще Такие банки Не выгодно покупать Только их выгодно Когда ты постоянно Вклеиваешь Кислород попадает И хана Вот здесь больше Полбанки выкинуто Представляете Пиздец Он стоит Косарь где-то Примерно Да там Вот столько Даже больше Так вот Ай блин Вот это фирма Американская Инструмент весь Чем меня Этой фирма Снег пошел Ну как я оставлю Трактором Без стекла Смотрите Валит снег У меня там Сейчас Но Этот Натянуто Немножко Как бы Но хер знает Там Все равно Сейчас полная кабина На снег Водит Пиздец Какой-то А Вчера не успел Сделать Короче Вот такая баночка Сейчас 30 миллиграмм Праймера Стоит 750 рублей То есть Раньше Большая 250 Стоила 800 Теперь Вот такая Стоит 750 В три раза Цены Поднялись В три Раза Цены Это просто Просто Пиздец Какой-то Гребаный Царь Блядь А Сука Нахуй Сейчас Поеду Вклеивать Не знаю Блин Надо проскочить До трактора Посмотреть Что там Творится Тент Этот Слетел Не слетел Он мог вниз Сместиться Сейчас там Полная кабина Снега Будет Блядь Все Мокрое Будет Блядь Поеду Сейчас Посмотрю Кай уже Ничего не сделаешь Соответственно Ну Может быть Он только Сейчас пошел Может Там-то Ушел Раньше Не знаю Чем Раньше Сегодня Сделаю Стекло Тем лучше Вчера Не успел Сделать Этот Не поехал Вырезать Вместе Глокоть Занят Ну Понятное Дело У каждого Свои дела Ну и Нифига Не сделали Вчера А сегодня Вот Снег Пошел Зараза Не мог Вам подождать Этот снег Да Вот 250 Миллилитров Было Вот Вот так Вот 2000 Рублей Просто Блядь Превратились А вот Алюминиевая Банка Теперь Есть Ай Блях Муха Короче Скотч Приклеил Вот так Вот Это Будет Контур Сейчас Ну Нифига Себе Я вроде Прижал Нормально Чего Чего Не очень Я прижал Скотч Что Затекло Под Него Надо Видите Прижимать Хорошо Скотч Чтобы Такой Шилтографии Не было Видите Не продавил Нормально Скотч И вот Он Так Под Протек Туда Такой Шилтографии Сделал Надо Прожимать Скотч Чтобы Он Четко Проглаживать Надо Я Не прогладил Так Чуть Слегантухи Натянул И Вот Такая Фигня Так Будете Делать Обязательно Скотч Проглаживайте Чтобы Вот Так Не Утекало Видите Лже Шилтография Получилась Да Интересно Девки Девки Пляж Все Нанес Праймер Туда Сюда Сейчас Поеду Пока Сохнет Я Трактор Разгоняю Посмотрю Что Там Творится Ветер Пошел Его Видите Сдувает Ну Чуть Чуть Нападал Я Уже Тут Снег Убрал Засыпало Так Это Только Снег Начался Представляет Если Он Начнет Херачить Все Будет Ветрище Самое Хуя Вот Видите Там Задувает И Сюда Хорошо Хоть Приехал Поднатянул Вот Сейчас Вот Здесь Вот Поднял Уже В принципе Уже В принципе Нормально Более Менее Лучше Во всяком случае Чем Было Так Было Нахерачило Полную Кабину Снега Надеюсь Что Я Сегодня Поставлю Эту Фрамугу На место Снежный Ковш Говорит Делает Я ржет Да Смайлик Ага Смешно Висеть Как Прям Услышься Снег Валит Посыпалки Вышли Дорогу Посыпать Вот тебе Весна Еще месяц Месяц Вот этого Говна Будет Снег И что Встал Ты Ебатую Умерли Они Что Камаз Умерли Вроде Поехали Короче Я помню Малой Был Демонстрация 9 мая Как правило Раньше Была Демонстрация А нет Это Мерседес На велике Поедешь На демонстрацию То есть На дороге Снега Нету На тротуарах Там Местами Лед Вот Туда Поедешь На вот Где-то К 12 К 11 На демонстрацию Поедешь На Проспект Ленина Там Начиналась Она Демонстрация Ну а лед Я шлифую И Как обычно Час дня Начинает Снег Валить То есть Назад На велосипеде Едешь По снегу Это 9 мая Но уже Чувствуется Что Ну Газон На газон Еще Снегом Конечно Завалены Но На дороге На Тротуар Уже Так Ну Лед Местами Есть Где-то Остался Еще Так что Вот такие Идут За Ибанский Край Мурманский Такая У нас Тема Вообще По идее Должно Начинать Таять Где-то С 3 Апреля Апреля Так С пятого Потому что Ну Школу Еще Ходили Тогда В курс Когда Я помню Первый Апреля Никому Не верю Детский Детский Базар Тупые Приколы Что-то В этом году В принципе Около того Сегодня какое число То у нас 29 марта Ну В принципе Около дела Погодные Условия Он Ветет Все Сильнее Сильнее Циклон Какой-то Пришел Не знаю Наверное Завтра Чистить Снег Или что Там Я сейчас Видел Дорогу Самосвалы Все Убили Видать Председатель Знает Что У меня Стекло Разбито Мне Не Звонит А А может Ну Участки То делают Там Человеку Одному И самосвал Это Его Разбили Дорогу Возможно Ну Как бы Он Будет Делать Подчищать А Так Вообще На самом Деле Неизвестно Кто Тут Прав Кто Тут Виноват Он Мне Звонил Собственник Говорит Надо Участок Почистить Ну Какой Из Там Участков Он Купил Четыре Пять Участков Там Вот Это Самосвалы Возят Отсыпают Экскаватор Копает Не знаю Че Хочешь Сделать Может Какой-то Мини Отель Не знаю Не имею информации Так Рехал Гидроскан Пойду Узнаю Насчет Масленок Этих Пойду В Камаз Зайду Узнаю Че У них За масленки Сколько Стоят Ради Интереса Ну Стой Не катись Минус Стекла Надо Обязательно Убедиться Подходит Оно Или не Подходит У меня Было Несколько Раз Я Уже Не Убеждался И Наносил Клей И потом Песец Минус Клей И все Ставили Проверили Посмотрели Какую нам Высоту Клея Надо Делать То есть Пальцем Поднимаем Смотрим Какая Высота Клея Нам Нужна Чтоб Понять Сколько Клея Надо Ну В принципе Все Сейчас Будем Наносить Клей Клей Всегда Наношу На стекло Так Меньше Расход Ребят Клея Чем Его Клей На рамку Наносить На рамке Остатки Клея Из-за Этого Происходит Большой Расход Клея При Нанесении А стекло Гладкое По нему Скользит Носик Пистолета И ровненько Все красиво Получается Ну Вот Видите Чем Хороший Этот клей Тем Что Я Вытащил Засохший Из носика И он Там Жидкий А когда Вы берете Железные Туби То Тогда У вас Туба Высыхает На следующий День И вы Работать Уже Не можете Но Тут Свой Плюс Этот Пистолет Стоил Раньше 220 Где-то Долларов Примерно 210 А Ручной Ничего Можно сказать Не стоит Поэтому Сейчас Буду Наносить Клей Скорее Всего Вот Этой Стороной Носика Не вот Так А вот Так Вот Ну Сейчас Подумаю Как Сделать Еще Носика Носика Продолжение следует... Нет, так плохо. Будем наносить, как всегда. И сравните потом, как стеклей лезет, когда вы ведете по негладкой поверхности. Продолжение следует... 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 она все-таки одна сторона дугой дугой она одна сторона да уж да уж не видно сколько там клея где он там ну да он сюда не вылез клея видите желательно две дорожки делать понимаете две дорожки чтобы клей сюда ближе вышел ну чтобы усилить но я типа делаю как бы типа время куда ну типа потом если она не разобьется снимем дверь и посмотрим как она будет разбиваться если в него что-то попадет тест будем проводить ну пока вот так вот короче сохнет в принципе можно будет поставить но часов через пять наверно не раньше что по букварю 5 часов оно должно сохнуть клей этот ну харина чек батареи ближе подтащу его еще быстрее сух короче нам было две дорожки делать две дорожки чтобы четко все было понимаете уже здесь посадочная ведь какая большая у них она была вот здесь ушла прям по краю стекла 10 минут машина простояла тут не то что снежный ковш надо шнека ротор кстати у нас опять появились шнека роторы они были в ссср те шнека роторные машины урал и по моему обычно были шнека роторные потом вот их не было вообще и вот в этом году опять появились эти ссср русская так техника урал шнека ротор раньше всегда шнека роторами очистили потом почему-то ничьи исчезли непонятно почему что-то погодка нифига не весенняя да галимая зима какая-то 375 цена смотрите новый вообще вот я вот сейчас сейчас его как-то отмыть надо от этого всего от солидого шестигранник вместо воротка я таких и не видел никогда все четко типа пенальчик ну а чё нет так вот валяется где-нибудь и валяется мало ли пригодится правильно его надо сейчас как салтовский на печку положить чтобы он растаял поменял световодницы смотрите отличие между китайской и такой смотрите китайского два раза меньше на нее головка заходит и не фига и не зажимает потому что высоты не хватает вот этой вот вот этой высоты не хватает вот и надо всегда поджимать головку вот вам вся разница они по 10 рублей но чё с ними их только ну так как затычку можно использовать теперь понимаете какая фишка чем весь фикус пикусу теперь это только как затычка будет использоваться ну и тоже можешь присылать только давить надо руками вообще песец какой-то метет жестко не просто видите снегом метель ну как сейчас вот вот ладно машина без стекла стоит херово а как же еще это вот допустим стекло придет через неделю и что как без стекла быть но я имею ввиду насчет осуществление услуг да и бокс занят был бы сейчас бокс свободный можно было бы загнать его ну типа пускай стоит да пока стекла нет так он на улице стоит тогда не надо было снимать разбитое стекло стоять с этой с разбитым стеклом на и все просто-напросто надо было так делать и нафиг херню не заниматься логично ёксель моксель а что за погода менять а логично о о о о Продолжение следует...